За выходные Наринмар превратился в арктическую Венецию. Бурное таяние снегов, дружная весна стали настоящим бедствием для автомобилистов и пешеходов. Между тем, такая ситуация в столице Заполяря происходит ежегодно. Победить весенние разливы наринмарцам не по силам. Работникам специальных служб, видимо, тоже. По глубоким и опасным лужам Наринмара сегодня отправилась наша съемочная группа. Наш белый теплоход, он же внедорожник, отправляется в большое плавание. За рулем опытный водитель с более чем 20-летним стажем – журналист Ольга Малыгина. В начале пути небольшой совет. По городским улицам весенний период – это не гнать. Постараться ехать как можно медленнее, чтобы самому не попасть в какую-то историю, поскольку под лужами достаточно много льда сейчас, и чтобы не обрызгать пешеходов. Первая остановка – легендарная лужа напротив торговых рядов в Кармановке. Проходят десятилетия, появляются новые технологии, растут дома и микрорайоны. А эта лужа каждую весну делит улицу 60 лет СССР на два берега. А это безбрежное море раскинулось широко в районе школы номер 4. Лужа помоложе той предыдущей, но тоже уже стала визитной карточкой микрорайона. Ни одной весны без нее не обходится. Кроме того, по ее фарватеру встречаются подводные ямы. Здесь канул в грязную воду ни один регистрационный автомобильный номер. Сергей Протасов – опытный водитель. Его автомобиль разрезают волны, как заправский катер, да и сам он стильняшки. По сезону выбрал одежду. Для меня-то вроде бы и не скажу, что совсем плохо. Для легковушек, наверное, плохо. Подкрылки летят, видно, что, не знаю, броня радиатора. Много раз вижу пластик, вон лежит же пластик прямо. Не знаю, ям правда, что много и не видно. Вот это вот плохо. Дет ходовую сильно. Повезет, не повезет. И мы направляемся в безбрежную пучину, пристраиваясь в хвост за другим автомобилем. Ну вот я смотрю, как машина едет, потому что я по этой дороге не ездила. И еду по ее же фарватеру. Надо отдать должное дорожникам. Посреди луж теперь появились знаки. Судя по всему, они обозначают опасность, которая скрывается под мутной водой. Как, например, в Рыбацком переулке. Еще одна примета весны – легковые машины по обочинам дорог. Ведь заехать во дворы, а потом вернуться на дорогу, не представляется возможным. Впрочем, говорить, что специальные службы и организации, призванные следить за чистотой улиц и дорог в нашем городе, бездействуют, будет напрасленной. Рядом с четвертой школой трактор скоренько сгребает снег в самосвал, пока он сам не растаял. А на перекрестке Повоучейского рядом с коррекционной школой нам встретилась совсем необычная конструкция. Суровые мужчины в оранжевых жилетах пояснить, в чем суть не захотели. До чего дошел прогресс? Воду при помощи помпы. Вот это из лужи выкачивают и запускают ее прямо под здание школы. А знак? Мы сначала думали, что он просто упал в обморок. Нет. Он служит для того, чтобы придерживать всю эту конструкцию. Впрочем, на этом странности, обнаруженные нами на улицах города, после схода снега не закончились. На пересечении Ленина и Рыбников посреди проезжей части вытаил бордюр. По обочинам дороги вдоль очистных сооружений саженцы деревьев. Вернее, то, что от них осталось после уборки снега. Эти кусты, я не знаю, как они, зацветут этой весной, нет, будут на них почки или нет. Поскольку здесь снег убирали какой-то техникой, не вручную. Это он не сам стаял так быстро. Его просто убирали. И вот тоже. Ну что за решение для Крайнего Севера? Зачем эти насаждения здесь? Если даже вот сейчас вот эти маленькие кустики приживутся, то потом вообще будет не убрать. Логично, в конце нашей познавательной экскурсии было бы получить комментарии из компетентных источников. Но сайт организации МВУ «Чистый город» не работает. Поймать руководителя не представляется возможным. «Чистый город», здравствуйте. Здравствуйте еще раз. А подскажите, пожалуйста, это телеканал «Север» прошла у вас планерка? Можно кого-то измечать? Прошла, да. Вот сейчас попробую соединить. А кто там будет? Ну, Артур Эдуардович. Да, коммунальщикам сегодня приходится туго. Работают много в три смены, а ситуация не улучшается. Кругом одна критика и недовольство населения. Все выходные, например, бригада откачивала воду в районе школы номер 4. Поставили вешку для замера, но вода так и не ушла с дороги ни на сантиметр. Как сообщают метеорологи, в год средний уровень выпадения осадков в виде снега за сезон составляет в Ненецком округе 180 мм, а в этом году уже 255, при том, что сезон не закрыт. Может быть, и в этом заключается одна из причин того, что Нарьинмар поплыл так сильно. Есть, конечно, и другие причины управленческого и технического характера, но об этом в следующий раз. О сегодняшней ситуации на городских дорогах Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».